здравствуйте меня зовут светлана налетова вы на канале сад без секретов самая важная подкормка чеснока весной как впрочем и других культур это самая первая подкормка в этом видео я вам расскажу чем я подкармливаю чеснок весенние месяцы но прежде чем мы приступим напоминаю что поддержать наш канал вы можете в три клика подписывайтесь нажимайте на колокольчик и ставите лайк ну а сейчас приступим в разных регионах озимый чеснок начинает весной появляться на грядках в различное время например у нас на урале в челябинской области даже в пределах городских садов есть разный микроклимат разные условия выращивания и вот допустим мой чеснок еще спит а у моих друзей которые живут в саду расположенном гораздо ближе к городу там намного теплее и у них уже чеснок вовсю отрастает конечно многое зависит и от тех сортов которые мы высаживаем и от микроклимата самого участка и от условий зимовки а сейчас внимание вопрос южноуральские садоводы в большинстве выращивают озимый чеснок тем не менее многие садоводы буквально гоняются за яровым чесноком то есть тем которые мы высаживаем весной но к сожалению в продаже эти сорта встречаются редко в комментариях к этому видео я предлагаю вам рассказать какой чеснок выращиваете вы озимый или яровой очень часто когда зиму чеснок начинает сходить мы замечаем что у него слабые бледные желтые листочки причин тому может быть несколько это и кислая почва на участке и плохая зимовка вредители и болезни или допустим тяжелая почва когда растению попросту его корнями хватает воздуха но наиболее частая причина это нехватка азота и сегодня мы поговорим о самых первых весенних и очень важных подкормках чеснока многие считают что если они когда высаживают чеснок осенью вносят в землю хорошие удобрения в том числе и азотные то весной подкормки азотные чесноку не нужны но дело в том что азот это элемент который очень быстро и вымывается из почвы поэтому весной чесноку крайне нужна азотная подкормка сделать эту подкормку можно любыми удобрениями аммиачная селитра сульфат аммония карбамид мочевина или какие-то комплексные минеральные удобрения или это будет специальное удобрение для чеснока неважно если вы любите использовать какие-то органические подкормки особенно свежий навоз то не забывайте что эти подкормки эта органика может быть причиной возникновения грибковых заболеваний и гниение чеснока поэтому органику используйте с осторожностью когда мы впервые должны внести первую азотную подкормку желательно это сделать как только стает снег но немногие из нас могут попасть на участок в это время не волнуйтесь вы можете дать азотную подкормку своим растениям когда они уже взойдут приблизительно на стадии 3 4 листочка вносим удобрения либо в жидком либо в сухом виде но обязательно после внесения удобрений мы должны прорыхлить между ряди и вообще будьте внимательны к этому моменту чесноку требуются частые рыхления но они должны быть очень аккуратными потому что корневая система залегает достаточно близко к поверхности почвы почему считается что вот эта первая азотная подкормка очень важная дело в том что она дает старт образованию листьев то есть она дает возможность нарастать вегетативной массе в некоторых источниках упоминается что крупная луковица на чесноке нарастает лишь в случае если на нем образуется 10 листьев но видимо это рекомендация для более южных сортов потому что сибирские сорта которые мы часто выращиваем северных регионах образуют 7 максимум 8 листьев и от того насколько это эти листья большие широкие и зависит размер луковицы чеснока поэтому используем азотные удобрения особенно на самых начальных этапов для того чтобы у нас нарастала хорошая зеленая масса ну и по времени внесения если есть возможность делаем первую подкормку после того как ставит снег вторую через две недели не было такой возможности дожидаемся когда отрастает 3-4 листика и вносим азотные удобрения обязательно поливаем обязательно рыхлим и в таком случае уже имеем право рассчитывать на хороший результат повторю вопрос на который прошу вас ответить в комментариях под видео какой чеснок вы предпочитаете выращивать азимы или яровой ну а если вы назовете какие-то любимые сорта будет очень приятно если вам понравились эти рекомендации ставьте лайки подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик удачи